А вам самому бывает страшно? Для любого человека страх это присуще. Другой вопрос, справиться с этим страхом, это не каждый может. Страх в одной ситуации, он деморализует человека, с другой стороны, он помогает человеку. Но говорить о том, что мы не боимся ничего, конечно страшно. Наоборот, должно быть для нормального человека, должно быть страшно. Мне кажется, отсутствие нормального человеческого страха за свою жизнь, оно и одной из причин, что люди не думают о том, что с ними будет через минуту, через час, через два на телевизорное обрушение. Там было 4 человека под завалами, и мы все прекрасно понимали, что время уходит, что люди, находящиеся в сдавленном положении, чем больше они там будут находиться, тем меньше шансов у них остаться здоровыми. Тем не менее, нам удалось тогда найти одну женщину, живой. Трое, к сожалению, были погибши. Видеть боль людей и, не дай бог, смерть людей, это не каждый может. На моей памяти, я помню, у меня было несколько лет назад, пришло два молодых человека, готовые работать в службе спасения, водолазами. Вот они работали, проработали совершенно недолго, где-то месяца три или четыре. Они честно подошли и сказали, мы не можем работать. На мой вопрос, почему снятся по ночам эти люди, ну будем так, тела, которые они вытаскивали. Расскажите, сколько было выездов спасенных людей? Всего за 10 лет мы совершили более 22 тысяч выездов, и это все зафиксировано в нашей оперативной службе. И за эти более 22 тысячи выездов мы спасли 2435 человек, а оказали помощь более 15 тысячам граждан Красноярского края. Кроме того, у нас еще существует, функционирует на базе Красноярского поисково-спасательного отряда группа по разминированию взрывоопасных предметов, по обнаружению разминирования, которой вот за 10 лет обнаружено 439 взрывоопасных предметов, и из них 154 ликвидированы силами наших спасателей-взрывников. Если верить данным на сайте, у вас не такой большой штат, хватает ли людей, потому что география очень большая? У нас численность подразделений от 10 до 15 человек. Конечно, это мало. То есть мы могли бы выполнять больший объем задач, если бы численность смены была 4-5 человек. Ну просто есть такие технологии работы, допустим, ликвидации дорожно-транспортных происшествий. Там необходимо, ну как минимум должно быть 4 человека. Есть водолазные поисково-спасательные работы тоже, где под требованием охраны труда, безопасности, должно быть не менее 4-х человек. То есть именно по работе. К сожалению, у нас нет такой численности. Нам приходится, если какие-то поисково-спасательные работы, нам приходится вызывать из дома отдыхающих спасателей. Может быть, у вас есть какие-то пожелания, либо предложения, планы на будущее? Я хотел бы просто поздравить всех своих коллег, работников КГУ «Спасатель» с этой датой, потому что действительно 10 лет в условиях нашего динамично развивающегося времени, я считаю, это уже срок, который можно уже как бы первый подвести какую-то черту. и хотел поздравить с этим праздником, пожелать им здоровья, счастья, удачи. Спасателям особо, будем так говорить, мои слова благодарности и пожелания, чтобы они всегда возвращались домой и их всегда ждали дома. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok